Когда Международная космическая станция рухнет в Тихий океан, её может заменить российский проект. Такое развитие событий предположили в Роскосмосе. Жить, как известно, МКС осталось от 6 до 10 лет. И к этому моменту Россия собирается подготовить собственный проект, что называется занять место на орбите. Подготовка идёт уже сейчас. Более того, будучи орбитальный пилотируемый корабль, может частично окупиться, заплатят космические туристы. В ближайшие три года российскую часть МКС пополнит новые модули. Именно они могут стать частью отдельной российской станции. Ну а пока один из сегментов планирует оборудовать под вип-гостиницу. В каютах будет интернет, питание, all-inclusive. И даже возможность прогуляться перед сном в открытом космосе. Смущает только стоимость поездки. Не меньше сотни миллионов долларов за неделю. Но такого пока не предлагает никто. В студии Евгений Тишковец. Евгений, добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Клиенты будут? Конечно, будут. Тем более спонсор найден. Учитывая то, что в нашей современной российской орбитальной станции, в отличие от международной, все модули могут быть заменены прямо в открытом космосе. Если быть совсем точным, то Международная космическая станция тоже собрана по принципу конструктора. Но в современной российской орбитальной станции, в отличие от нее, абсолютно все модули можно будет при необходимости менять прямо в космосе. Вот один из них. Многоцелевой функциональный модуль наука. Он успеет послужить еще и на МКС. Запуск намечен на декабрь этого года. С ним на Международной космической станции станет намного просторнее. Здесь предусмотрены площади для научного оборудования, новые рабочие места, новая каюта для экипажа и даже новый туалет. В ближайшие два года в космос отправятся еще два модуля, которые сейчас позволят обновить МКС, а в дальнейшем станут базовыми для отечественной орбитальной станции. Это узловой модуль «Причал». Центр того самого пазла, который имеет сразу шесть тыковочных отсеков. Срок его эксплуатации не менее 30 лет. Ну а энергии новую орбитальную станцию будет обеспечивать научный энергетический модуль с солнечными батареями нового поколения. Эта орбитальная станция, она небольшая, поменьше, скажем, второго мира будет. Но тем не менее она будет работать. У нас первые станции абсолютно, они, в общем-то, базируются на одном блоке такого типа. А здесь будет два блока такого типа основные. Как конструктор лего это можно делать. Но это, конечно, так просто рассказывать, делать это сложнее, но это возможно. Сейчас в состав МКС входит 14 основных модулей, 5 из них российские. Но три из них уже отслужили свой срок. И каждый год после проверки техники космонавтами и телеметрией оформляются заключения о возможности их использования. Но не только солидный возраст мешает после 2024 года использовать российский сегмент МКС как самостоятельную станцию. Срок жизни станции в настоящее время определяется сроком жизни функционального грузового блока «Заря». Это блок сделали мы, но сделали его по заказу американцев, так что он американский. Хотя вмонтирован в наш сегмент. И поскольку это самый старый блок, он выполняет очень важные функции по управлению движением станции, по управлению ее орбитой. И от него зависит, собственно, существование станции. Он имеет свой срок службы. В 2024 году он, в общем-то, закончится. Рассматривается возможность использования в составе российской орбитальной станции и надувных или трансформируемых модулей. Один из таких производств США пристыкован к МКС. Но фактически это только эксперимент. Космонавты бывают в нем 4 раза в год для исследований. Отечественными инженерами разработан и запатентован свой уникальный вариант трансформируемого модуля. Главный его плюс в использовании мягкой тканевой оболочки. На орбите она разворачивается в рабочее состояние, а ее объем возрастает в несколько раз. При этом оболочка снабжена гибкой защитой от космического мусора. Представьте, она выдерживает удары металлических частиц весом в несколько десятков граммов, летящих на скорости более 2500 метров в секунду. Ну а в перспективе на российской орбитальной станции действительно может появиться новый модуль, цель которого зарабатывать на космических туристах. В РКК «Энергия» говорят, модуль построят по уже существующему проекту, что обойдется гораздо дешевле. А вот для запуска и обслуживания дополнительного финансирования не потребуется. Предполагаемый коммерческий партнер уже найден. Срок же окупаемости проекта около 7,5 лет. Алексей. Спасибо. Евгений Тишковец. О жизни на орбите. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова